В Чите стартовал Всероссийский научный форум «Молодежная весна». Около ста ребят из разных городов России представят свои лучшие проекты. Все подробности в программе «Середина земли». Более двухсот учеников Улан-Удэ и Улан-Баттера в национальных костюмах рассказали о традициях и обычаях своего народа на иностранных языках. Международный фестиваль «На Великом чайном пути» впервые стартовал в Бурятии. Подробнее смотрите в программе «Середина земли». В Монголии идет подготовка национальных кадров. Среди желающих получить рабочую профессию есть люди с высшим образованием. Здравствуй, Иркутск! В середине земли последние новости из Забайкалья. Их вам расскажут корреспонденты программы «Время новостей» и я, Дарья Лебедева. В Чите стартовала «Молодежная научная весна». Ежегодно это мероприятие объединяет более ста ребят из разных городов России. На этот раз всевозможные мастер-классы и тренинги пройдут на базе ЗАБГУ до конца марта. В рамках «Научной весны сегодня» прошел и Всероссийский студенческий форум. Участники из Читы, Иркутска, Новокузнецка, Благовещенска, Биробиджана и Улан-Удэ представили свои самые интересные проекты. Тематика проектов масштабна. Экономика, образование, общество. Отсюда и самые смелые идеи. Одни думают, как благоустроить частный дворик, другие – как помочь школьникам с выбором профессии, третьи – продвигают новые виды спорта. Карина Семина, как и следовало ожидать от будущей пиарщицы и патриотки своего края, представила проект, касающийся ивенжа Забайкалья. Девушка совместно со своим другом-историком разработала уникальный туристический маршрут. Я попыталась обратить внимание жителей Читы на одно неприглядное, на мой взгляд, место Забайкальского края – так называемая батарейная сопка, которая находится на выезде из города. Дело в том, что на склонах к батарейной сопке находятся совершенно уникальные каменные гиганты. То есть они по своей форме похожи на героев русских сказок. Как бы это будет формировать у подрастающего поколения, у студентов нашего города, какой-то патриотизм будет. В первую очередь проект рассчитан на школьников и студентов. Для них во время экскурсии будут проводиться специальные викторины и фотосессии. Впрочем, благодаря исторической составляющей маршрут может быть интересен и иностранным гражданам. Наш проект уникален тем, что он исторически очень грамотен, потому что там не только красота природная, есть вот эти памятники, валуны, сама природа, но и то, что там, возможно, даже есть древняя стоянка человека. Если археологические раскопки будут проводиться, я уверен, что там что-то можно найти. Победить на форуме хочется каждому, но главная цель все же другая – привлечь внимание к проблеме имиджа Забайкальского края. Победителей же по итогам двух дней определит жюри, в которые вошли эксперты из комитета образования и ученые вуза. Студенты, представившие лучшие проекты, получат дипломы и памятные подарки. Кроме того, главное преимущество форума в том, что абсолютно все ребята смогут посетить мастер-классы специалистов, где им подскажут, как можно найти инвесторов для реализации задуманного. Все проекты очень интересные и очень значимые для края, для молодежи, для образовательных учреждений. Поэтому я считаю, что каждый проект, независимо, попал он в победитель, либо не попал, он должен быть реализован. Светлана Тулунова, Евгений Погорелый. Время новостей. Свой 60-летний юбилей накануне отметил Игорь Лиханов, заслуженный врач России, вся жизнь которого связана с медициной и спасением людей. Больше 20 лет он был практикующим хирургом и почти столько же руководит самым большим лечебным учреждением края. С юбиляром встретилась и наша съемочная группа. Цветы, открытки и теплые слова. Одним из первых юбиляра поздравил большой дружный коллектив. Для Игоря Лиханова это вторая семья. Вместе с ним он решает вопросы лечения пациентов и развития больницы. За 20 лет работы главврачом сделано немало. Мы приобрели необходимое медицинское оборудование, обучили свои кадры и применили потом этот опыт, этот потенциал на практической работе. Это дало результаты. Мои помощники, заместители и коллектив – это очень профессионально грамотные люди, поэтому все эти вопросы удается решать нам. Новейшее медицинское оборудование, специализированные центры, ежегодно около 30 тысяч операций. Четыре года назад началась реконструкция больницы, которая продлится еще пять лет. За это время должны полностью отремонтировать девятиэтажное здание. Каждый день главврач обходит свои владения и интересуется здоровьем пациентов. Не забывает он и о своем здоровье – ежедневные утренние зарядки, обливания и плавания. Отдыхать тоже предпочитает активно среди увлечений охота и хлопоты на даче. Заслуженный врач мог пойти по другому пути и стать профессиональным спортсменом, с детства показывая хорошие результаты в боксе, волейболе и плавании. Но на выбор профессии повлияла мама-врач. А медакадемия связалась с медициной еще крепче. Здесь Игорь познакомился со своей будущей супругой. Жена тоже врач. То есть она всю свою трудовую деятельность работала на скорой помощи. Конечно, нелегкая работа у хирурга, у врача скорой помощи. Но как-то было, мы вместе работали, взаимопонимание было. И когда мы не виделись неделями иногда, то было понятно, что каждый на своей работе занят тем, чем он должен быть занят. Поэтому всегда была помощь со стороны семьи. Двое детей не пошли по стопам родителей. Поэтому всю надежду на продолжение династии врачей Игорь Дмитриевич связывает с другим Игорем Дмитриевичем. Своим восьмилетним внуком, который уже начал проявлять интерес к медицине. Да, я хочу, чтобы именно внук мой пошел по нашим стопам. И буду рад, если это случится. Поэтому все стараюсь сделать для того, чтобы привить любовь, интерес к медицине, к знаниям. Думаю, что это, наверное, получится. Врачебную деятельность он успевает совмещать с депутатской, занимаясь решением финансирования здравоохранения. Всю свою жизнь Игорь Лиханов посвятил продлению и спасению жизни людей. И на будущее еще много планов, желания и энергии работать на благо человечества. Марина Кузнецова, Евгений Погорелый. Время новостей. В Бурятии началась операция «Лесовоз» с целью перекрытия каналов перевозки незаконно заготовленной древесины и выявления преступлений. Поэтому сейчас на дорогах республики идет тотальная проверка всех транспортных средств, перевозящих древесину в любом виде. В хлыстах, бревнах, в переработанном виде пиломатериалах и древесине в виде чурок. О первых результатах операции спросим у моей коллеги из телекомпании ТВКОМ Анны Зуевой. Дарья, здравствуйте. О каких-то результатах говорить еще рано. Операция началась несколько дней назад, но, несомненно, это принесет пользу лесному богатству республики. Отмечу, что при досмотре каждый перевозчик должен предъявить документы, подтверждающие законность перевозимой древесины. Если документов нет, грозит штраф на граждан в размере до 5000 рублей, на должностных лиц до 50 тысяч, на юридических лиц до 500 тысяч рублей. Хотя, честно говоря, здесь дело даже не в деньгах, а в совести тех, кто ворует лес. Теперь о других новостях республики жителям Приангария. В Бурятии откроется первый православный детский сад. Его строительство уже близится к завершению. Детский сад разместится на территории Троицкого храма в Улан-Удэ и сможет принять 80 детей. Об этом сообщил епископ Савати на Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при главе Бурятии. Евгения Панарина с деталями. В России уже открыто 150 детских православных некоммерческих садов. Образовательная программа в них ведется по всем федеральным требованиям. Дополнительно программа по духовно-нравственному развитию. В Улан-Удэ такой детский сад планируют открыть уже осенью. Хотя пока для завершения строительства не хватает денег. Мы готовы принимать детей из общегородской очереди в детские сады, осуществляя тем самым заказ государства на образовательные услуги. Взамен же мы просим лишь оказать помощь в финансировании окончания работы в детском саду. Его открытие в полном объеме, полное или частичное финансирование на образовательную деятельность. Глава Бурятии пообещал епархии софинансирования в размере 4 миллионов рублей. Арифметика простая. На каждое место в открывающемся дошкольном учреждении 50 тысяч рублей от республики. В конце марта правительство Бурятии объявит очередной конкурс для некоммерческих организаций на социальные проекты. Не исключено, что и другие религиозные объединения решатся открыть свои дошкольные учреждения. Евгения Панарина, Алдар Домбаев, Новости дня. Улан-Удэ встречает гостей. В рамках года туризма в школе номер 47 стартовал международный фестиваль на Великом Чайном Пути. Специально в честь этого в нашу столицу приехали дети из Монголии. Школьники из Улан-Батра и Улан-Удэ представили традиции и обычаи разных народов. Подробнее о фестивале в нашем следующем сюжете. Для Улан-Удэ это знаменательное событие, ведь международный фестиваль на Великом Чайном Пути проходит впервые. Его название не случайно. Когда-то караваны перевозили всемирно известный напиток через множество стран, объединяя народы. Как некогда шли торговые караваны, соединяя города и страны, так и сегодня наши дети соединяют города и страны, рассказывая о культуре своего и других народов. Таким образом, они входят в современный мир конкурентно способными с умением общаться на разных языках. Быт и традиции своих народов школьники отразили в театральных зарисовках. Молодежь Монголии рассказала о своей культуре на нашем родном, а для них и на странном языке. Это вызвало особый интерес у публики. Никто из зрителей не остался равнодушным. Заграничные гости признались, что получили от встречи яркие впечатления. Ведь это не только возможность побывать в других странах, но и обрести новых друзей. Мы участвуем в фестивале, мы общаемся с другими детьми. И я хочу желать у остальных детей удачи и успехов в учебе. Мы очень гордимся тем, что мы стали первыми участниками в этой фестивале из Монголии. Как отметили организаторы, Улан-Удэ не единственный город, в котором пройдет этот фестиваль. Лучшие проекты и их авторы отправятся уже в Монголию на гала-концерт. А оттуда юные таланты поедут в Китай. Где и завершится международный фестиваль. Руслан Батуев, Борис Геленов. Новости дня. В Монголии пройдет международный фестиваль циркового искусства. Праздник состоится уже на следующей неделе. Наша коллега из телекомпании «Айс Монголия» знает, кто станет участниками фестиваля. Мирослава, вам слово. Спасибо, Анна. Мы приветствуем зрителей Средины Земли в Иркутской области. На фестиваль циркового искусства, а открывается он 25 марта, приедут 60 артистов из 14 стран мира. Гостей ждут из Канады, США, Германии, Вьетнама, Китая, Испании, России, Гватемалы, Украины. Цирковые артисты покажут лучшие номера национального и традиционного циркового искусства. Стало известно, что американцы выступят с пластическими этюдами, от России будут дрессировщики, от Испании – клоуны, украинцы покажут воздушную гимнастику, монгольские артисты выступят с номерами эквилибристики. Мы обязательно покажем, как в Улан-Баторе будет проходить фестиваль, а сейчас о других не менее интересных событиях. Монголия активно включилась в программу подготовки национальных кадров. Как говорят организаторы проекта, уже завершается первый этап обучения. При этом количество желающих овладеть за короткий срок, хорошей профессией и трудоустроиться растет с каждым днем. Наш корреспондент Халиуна выяснила, с каким настроением учатся студенты и как их успеваемость оценивают педагоги. Электрик-самоучка Жаргала Сайхан решил стать профессионалом. Закончить курсы, получить удостоверение и устроиться на работу не просто по душе, но и с хорошим окладом. Учебные аудитории у нас оснащены хорошо, полная комплектация, у всех спецовки. Эта одежда специальная, она предохраняет от удара тока. В программе подготовки национальных кадров задействованы в столице 16, а в Аймаках 29 центров профтехобразования. Строительно-технологический колледж Улан-Баттера обучает по четырем специальностям. Преподаватели готовят электросварщиков, штукатуров, отделочников, сантехников, электриков. Основная масса студентов – люди среднего возраста, заинтересованные в стабильной, хорошо оплачиваемой работе. Этот класс оснащен для электриков. Эту профессию сегодня получают 94 человека. Мы создали все условия для обучения, также поможем устроиться на работу. Пожалуй, главное отличие наших студентов в том, что они все совершеннолетние люди. Поэтому и к учебе они подходят осознанно, проявляют самостоятельность. Могу с уверенностью сказать, что студенты все способные, быстро постигают профессиональные азы. Среди студентов центра много людей с высшим образованием. Дипломы агрономы или менеджера по маркетингу не всем дали хорошую работу. Поэтому выпускники вузов готовы стать высококвалифицированными рабочими. Как отмечают организаторы курсов, на переподготовку приходят даже семьями. 6600 человек к 1 июля должны закончить обучение. Каждого новоиспеченного специалиста ждет гарантированное рабочее место. Это особенность программы подготовки национальных кадров. Сегодня состоялась презентация книги «Дорога к творчеству». Теоретический материал издания дополнен богатыми иллюстрациями. Благодаря им начинающие художники могут обучиться о зампрофессии, о любителе живописи узнать все тонкости творческого процесса. На вопрос, когда приобщились к творчеству, Саддом Цырын отвечает в 1963 году с поступлением в музыкально-танцевальное училище. Сегодня за плечами у художника 20 лет преподавания множества учеников и многочисленной персональной выставки за рубежом. Я участвовал в 1978 году во Франции на международной выставке картин, написанных акварелью. Мои работы высоко оценили. Был участником выставок монгольских художников в капиталистических странах, в Англии, в Японии. Новая работа мастера – книга «Дорога к творчеству». Написана простым, понятным языком. Саддом Цырын делится с читателями своим многолетним опытом художника. Рассказывает об особенностях создания картин, о том, как пишется для души и на заказ. Презентация издания совпала с организацией большой галереи. Сегодня 20 художников-ученики Саддом Цырына представили 60 интереснейших картин. Наш выпуск состоял из 10 человек. Когда мы заканчивали обучение, учитель сказал, у нас есть будущее, потому что каждый из нас имел свой стиль, направление, каждый имел свое индивидуальное видение в создании картины. Выставка картин посвящена 70-летнему юбилею профессора Саддом Цырына и организована его учениками. Халион Нембаяр, Аист, Монголия. Это были новости Монголии. Я благодарю за внимание и передаю слово нашим коллегам из Пекина. На связи журналисты телекомпании CCTV Русский. Телеканал CCTV Русский приветствует зрителей программы «Середина земли». В студии для вас работают в Сан-Джунань. И в ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о наиболее интересных событиях в Китае. В Пекине будут строить больше жилья для малообеспеченных семей. Как сообщили в городском управлении земельных и природных ресурсов, в 2013 году на строительство доступного жилья выделят еще 750 гектаров земли в дополнение к 400 запланированным изначально. О том, на каких условиях можно купить или снять квартиру по выгодной цене и как в дальнейшем будут реализовать программу, узнавали мои коллеги. Бай Дзян Цинь – пенсионерка. Эту квартиру с одной спальни сняла больше года назад. На площади в 42 квадрата она живет с семьей. Для того, чтобы арендовать такую квартиру, как у Бай Дзян Цинь, в этом же районе и за такую же сумму, общий годовой доход каждого члена семьи не должен превышать без малого 7 тысяч юаней. Единственный доход семьи Бай Дзян Цинь – это ее пенсия в 1300 юаней в месяц. В год получается 15 600 и поделить на 4 – 3 900 на человека. То есть семья попадает под категорию льготников. Но если снимать такую квартиру на общих основаниях, она обойдется в 2000 юаней в месяц. За последние три года в Пекине построили 24 тысячи квартир, предназначенных для аренды на льготных условиях. И этим дело далеко не ограничивается. В этом году под реализацию программы отведут на 35% больше земли, чем в прошлом. Распределение земельных участков отвечают районы и уезды. А утверждает эти планы городская администрация. Власти столицы отмечают, что при выборе территории под строительство большое внимание будут уделять наличию в районе транспорта. Остановки автобусов и метро должны быть недалеко. Большинство жителей доступных к квартиру принадлежат обычному рабочему классу. Им должно удобно доперяться до центра города. Лучше, если они смогут ездить на общественном транспорте. Пекинская администрация в ближайшее время планирует ускорить темпы реализации программы. Уже в первом полугодии строительство должно начаться на 70% выделенных участков. До настоящего момента свои планы о распределении земель для строительства представили 16 районов и уездов Пекина. Власти столицы рассмотрят их уже в апреле-начале мая. Провидорство прилагает большие усилия для строительства доступных квартир. В результате увеличивается предражение. Это помогает снизить цены на рынке недвижимости. Кроме того, у семьёй со средним и низким доходом появляются возможности приобрести квартиры, что может намного улучшить качество их жизни. Чтобы доступное жильё оставалось недорогим и качественным, пекинская администрация планирует устраивать проверки на местах. В случае, если в первом полугодии реализация программы пойдёт не по плану, местные власти будут лишены права осваивать землю в своём районе. Итак, сегодня во многих регионах Китая всё ещё стоит холодная погода. В китайской столице даже прошёл снег. Однако есть исключения. Далее расскажем жителей, каких провинций уже наслаждаются красотой первых цветов. Это город Гуанчжоу. Он расположен на юге Китая, и здесь уже ощущается присутствие весны. Самое популярное растение в этих местах – древесный хлопчатник. Его цветы уже распустились в местных парках. Горожане воспользовались моментом и поспешили на прогулки. И с режем воздухом подышать, и на цветы полюбоваться. Я прихожу сюда каждый год в марте для того, чтобы увидеть эти прекрасные цветы. Здесь очень красиво. Но весенняя атмосфера царит не только в Гуанчжоу. В городе Нанкин, провинции Цзянцу, на востоке Китая, зацвели абрикусы муме. Это растение является символом города. Желающих прогуляться по цветущим паркам заметно прибавилось. Мы пришли сюда всей семьёй. Погода замечательная. Цветы просто потрясающие. Нам нравятся. Поражает цвет путонов. Они ярко-красные. Это необыкновенно красиво. Я в восторге. Также в парках, но уже на другие цветы, камелии, любуются жители города Ванчжоу, провинции Цзян. Нежные растения не оставляют никаких сомнений, что весна вступила в свои права, хотя ещё и не на всей территории Китая. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова